Девушки отдыхают По каплям и срослись По песчинкам камни Вечность — это, наверное, Так долго Мне бы только Мой крошечный вклад Внести, за короткую Жизнь сплести Хотя бы ниточку Шока Ребята, послушайте, что Павлов пишет Корпорация «Глобал» уходит В стремительной и безнадежной опеке Да что этот Павлов может знать? Фициалист по финансовому кризису? Да, Семенов, что он может знать? Да просто не надо слушать всех подряд Мой тесь, например, считает, Что нас распилят и продадут По частям Так нам теперь вы доверены? Каким частям? Компания не объявляла банкротства Мы работаем По прогнозам экспертов Работаем мы до четверга Ну, если и дальше так все пойдет Катя, за вами, кстати, Из отряда по спасению Барковского Заходили уже Хорошо, спасибо Да, кстати Перестаньте искать вакансии Все хорошо Мы работаем Мне больше энтузиазм, Катя Почему? Почему они все время печатают? Сколько у них еще наших финансовых документов? Я думаю, они хотят понизить цену акций Чтобы их скупить Леонид, я не просил тебя думать Я тебя просил проверить, Вадима Рабочий компьютер уже проверили Там чисто Ну, разумеется, уже не идиот Хранить компромат на себя По рабочим компьютеру А вы уверены, что ему вообще есть что хранить? Ты меня столько лет знаешь Мне не подводит никогда интуиция Я вам говорил, он мне сразу не понравился Сразу Я поставил маячок в его машину Буду отслеживать, где он находится Чтобы он не появился в самый неподходящий момент Когда я буду в его квартире Если курорт вадим Мы его разоблачим Как бы я хотел, чтобы это был не он Особенно сейчас Я надеюсь, мне не нужно Он вам объясняет, что если вы не справитесь Я оторву ваши головы И буду играть ими в баскетбол А те, у кого голова поменьше Буду играть в пинг-пон Работайте Мне кофе А моей команде Всем распечатки вчерашнего брейншторминга Все ясно? К двум часам мне нужен специалист по записям звуков живой природы К трем мне нужно четыре утки, все самки и волнистый попугайчиков Да Здрасте Привет Да, и Ара Ара килограмм Кому-то кофе? На двойную эспрессо сделай Сейчас все будет распечатки Сейчас, секунду, секунду Хороший паренек К турниру готовишь? Могу не заявлять его, если хочешь Ну И кому я должен продать душу? Не душу, акции Ты смотри, как все летят на эти акции А как? А дай мне своего драхона на прокат Твои условия Если он выиграет, я продам тебе акции Ты уже в втором условии, я еще на первом не согласился Ну так как? И сними с него эти перчатки дурацкие На турнире все намного интереснее Вот такое, мне что-то нужно И можешь добавить тинта праса Такой стилистики немножко В общем, братишка, ты все понял, да? Обязательно сработаемся Давай, тогда вот подбирай мне что-нибудь в этом духе До скорого, мы позвоним До свидания, спасибо Пока, братишка, много работы еще сегодня Ты кого мне привела? Кто это такой? Это кто такой? Я тебя попросил, кого привезти? Звукорежиссера, специализирующегося на звуках живой природы Притом студийного Ну вы же сказали на природе Ну вот я и нашла Он согласился, он самый лучший Согласился что? Поехать с нами в лес? Уточек записывать? А уточек ты с собой собиралась взять? Уточек я и не нашла, но попугаев нашла Да ладно, не ругайтесь Мы идею с утками отбросили полчаса назад Напрасно, был шанс оторваться по полной Хоть с утками, хоть с попугаями А, давайте просто откроем все окна И разбросаем наш тарифный пакет И просто так прохожим на голову О, это ты сказал? Я спрашиваю, это ты сказал? Да, я Молодец, берите с него пример Флэшмобы, провокации, это то, что нам нужно Простите, пожалуйста, у нас акции падают Может быть нам заняться привлечением инвесторов Катерина Полтавская? Так вас зовут? Да Катерина, а скажите, пожалуйста А у вас есть еще какие-нибудь достоинства Кроме того, что вы внучка Очень уважаемого человека в компании Глобал А вот у меня есть Вы знаете, за последнее время я вытянул из бездны Три умирающих компаний И продал неимоверное количество Абсолютно бесполезной продукции потребителям Если вы хотите по-прежнему оставаться внучкой Президента крупной компании Рекомендую вам прислушиваться Так, на чем мы остановились? Флэшмобы, провокации, думаем Да провокацию можем получить от полиции Отлично Это бесплатный пиар, это то, что нам нужно Так, нам нужен хороший пиарщик Да что, мы сами не придумаем Да, конечно, придумаем Только потом зарубим всю идею на корню Так, нам нужен пиарщик Нам нужен пиарщик Вот тот самый Есть один известный чувак Ну У него дети еще в кондитерской конфетами плевались Гольдман Отлично, молодец Гольдман И кофе Кофе Вот и распечатки, которые вы просили Это что такое? Это что за такой мелкий шерифтик? Даже хомячки и мыши со стопроцентным зрением не смогут с этим справиться Прочитайте Срочно перепечатать все Ясно? Да Так, на чем мы остановились? На том, что завтра тебе понадобится новая секретарша Причем здесь секретарша? А зачем здесь секретарша? Так, давайте сейчас все потоки нашей внутренней энергии Нашей мозговой деятельности направим И сконцентрируем лишь в одном направлении Пиар, провокации, флешмобы Давайте думаем, концентрируемся все вместе Здесь у меня третий глаз, концентрируемся Ты заткнись Послушай, вот тот столик тебя уже давно ждет Они не меня ждут, они меню уже полчаса изучают Что, у нас такое сложное меню? Ну, после аперитива идет лучше А ну-ка, повтори После аперитива идет лучше Слушай, неплохая фраза? Нужно сделать цитаты дня на нашем сайте А что, у нас есть сайт? Ай да, да, что-то мне там не понравилось Уж, по-моему, сайт это уже ретро Нужно что-нибудь такое Новенькое Мобильное приложение Слушай, это неплохая идея У меня даже есть человек, который сможет это сделать Точно, и клиенты тогда могут заранее изучать меню И ставить лайки обслуживающего персонала Ага, лайки будут конвертироваться в чайлы И платить тоже можно будет через приложение Это вообще супер И неплохой аргумент Главное, чтобы она, чтобы она согласилась Слушай, что это разработка компьютерных игр Угу Нет Работа для программистов Ну, почему аванс никто не предлагает? Да Аська, привет Слушай, у меня к тебе предложение И ты мне Ты мне не откажешь Ты Делаешь мне предложение? Небось, это не то, о чем ты подумала Я про Мобильное приложение для ресторана Аванс будет? Конечно Ну, тогда я согласна Ну, смотри, там будет сложно Нужно будет Привязать к приложению Систему оплаты Ну, слушай, сложность это синоним интересности Все подробности мне на почту Почта я сейчас вышлю, хорошо? Супер Пока Супер То есть, пока я сам с ревизорами разбирался И бегал по городу в поиске бутылки Рома Ты зря времени не терял, да? Но я твой начальник Понял Есть Так, думай в контексте возрождения Рики и Тики, где ты ходишь Бегом метнулась Разнесла всем материальчик Итак Господа Рекламщики У нас есть вариант Мы Даем изображение Феникса в огне Нам нужен слоган А сейчас напрягли свои Маленькие извилины И доказываем, что они у вас есть большие Итак, ты Давай Быстро Эпоха возрождения Так, ты Возрождаешься с пепла Идем к победе Ты Молчи, ты Не мычи Молчи, ты Возрождаешься с пепла Покупаем новый тариф Новый тариф Новая жизнь Неплохо Нужно немножко переформулировать Не надо, ладно Кризис это очищение Ну естественно С позиции рынка Кризис это очищение Очищение от Плохих игроков Горлышко болит Нет у меня идеи Можно? Сильвуплей Это свободная страна Вы все очень круто придумывали Что вчера Что сегодня Просто у вас все идет к тому Что у нас сейчас все плохо Но мы прорвемся А если сделать наоборот То есть Весь этот кризис Падение акций Все эти статьи Обернут в нашу пользу Как будто это и есть Часть нашего плана Кофе мне Простите с молоком Без Ну что Господа рекламщики Вынужден констатировать факт Что нашу цитадель Рекламной мысли Только что Сделала низшая каста Секретарша Она правильно мыслит Заметьте Она начинает Мыслить в корень Так все свободны Обдумываем эту мысль Давай давай Бегом 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 ребята выходим Идем кушаем Обед скоро закончится Приходим со свежими идеями Документы по завещанию Будут готовы позже У меня только одно пожелание Чтобы в случае моей смерти Внезапной или невнезапной Не знаю какие формулировки Вы там используете Чтобы этой мерзавке Ничего не досталось Ни копейки Я все понял И пожалуйста Продумайте Как бы ее еще наказать Можно наказать Административным способом Это мало Тогда уголовно И не ее одну Мамашей очень Очень поддерживали ее В этой истории Значит они сообщники Я сказала нельзя Я сказала нельзя Евгений Александрович Вера Пусти ее Нам надо поговорить Мне не о чем с тобой разговаривать А вот и есть о чем Говори Наедине Петр Семенович Извините Извините До свидания Садись Вы же Хотите для Кати всего Самого лучшего Беспокоитесь за нее Да? Чему ты клонишь? Катя беременна Представляете Что может случиться Если она узнает Что я не Оля Что будет с ней С ее ребенком Вон натворила Лизка дел Прям хоть на край света беги Хватит причитать Нам пора план разрабатывать А ты сопли на кулак наматываешь Давай на Гуаз прячемся Там дешево Как же дешево Они тебя специально на форумах пишут Чтоб ты приехала А как там на самом деле? Там тепло И далеко лететь Семь часов Ну неужели нас Полтавский Настолько ненавидит? Нас Полтавский настолько ненавидит Что вообще и страны не выпустят Я тебе гарантии даю Что наши координаты Уже у всех пограничников Над столом Сядут красные рамочки Ты параноик? Хочешь проверить? Не хочу Ну давай просто куда-нибудь Подальше уедем Ладно Снова неверно мыслишь Ну а что нам делать-то что ли? Сидеть и ждать Пока нас Полтавский порошок разотрет Нет мы скроемся Только туда Где нас Полтавский искать не будет Никаких загранных спортов Никаких пластиковых карт Купим билет на электричку Недалеко отъедем Поселимся На маленькой незаметной датчике Хорошо отапливаемой Согласна? Прям вот Да под самым носом Да под самым носом Ну Не знаю Давай Ну Только потом на Гуа Да потом Надо сейчас Брать все самое необходимое И ехать Ой Так больно Сейчас-сейчас-сейчас Давай Ну не впервой Не впервой Ты меня звал? Проходи Проходи Садись Ну как ты? Неплохо Справляюсь Барковский считает Что надо заручиться Общественной поддержкой Но мне кажется Вопрос имиджа Сейчас не первоочередный Особенно когда акции падают В режиме реального времени Катюш Ты беременна? Тебе Оля сказала? Наверное да Ну в этом вопросе Может только один ответ Да или нет? Если верить Тесту к беременности То да Но я еще не была у врача А Неужели я Дожил до прамоков Того? Как же я рада Может тебе домой и пойти? Ну дедуль Я же беременна А не больна Послушай Ты К врачу записалась Хочешь я с Егором переговорю У него же наше слово рожает Он на эту тему Эту вашу беременную Он может часами разговаривать Я запишусь Нет нет Ты не шути с этим Не шути Я не шучу Все хорошо Я пойду Подожди Как же я рад Ты знаешь Все вот эти отчеты Кризисы Собрания Это все мыльный пузырь В сравнении вот с этим Ты главное Береги себя И его Все пустяки Кроме этого Все пустяки Ты может быть не понимаешь Сейчас Я полвека Прожил чтобы это осознать Дети Вот оно счастье Ты передай Вадим Пожалуйста Я сам ему скажу При случае Дедуля Он ничего не знает Я ему сама передам Ладно Призывать вас спасать компанию С самого начала Была очень странная идея Ух ты То есть вы критикуете решение шефа? Ну я поражаюсь Насколько он любит свою внучку Если бы не она Вас бы здесь вообще не было И возможно углобило Делаж сливы получше Очень интересно То есть получается Вы здесь все разваливали годами И вдруг появился я И все так неожиданно рухнуло Да? А вы умеете переводить стрелки? Леонид скажите пожалуйста Вы пришли об этом поговорить? Нет Я пришел дать вам Шанс принять правильное решение Так Уйти С высоко поднятой головой А то неплохо Я не уйду Ну что ж Тогда не говорите потом Что я вас не предупреждал И очень скоро вас ждет Внеочередной Финансовый аудит На взлете Это неправда Спросите у Евгения Саныча Саны Так что приводите бумаги в порядок Вас ждет бессонная ночь И десять дней проверок ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Саша Ой Аккуратно Вы меня напугали В таком случае хочу извиниться И пригласить вас сегодня на ужин Вадим Я не думаю, что я доживу до ужина Нет, это очень классная работа Она ужасно интересная Так вот и расскажете мне о ней за ужином Саша Послушайте, мне сегодня просто жизненно необходим приятный вечер Я очень на вас рассчитываю, хорошо? Спасибо Пап Ты как себя чувствуешь? Хозяин острова На котором находится вулкан Жду, когда рванет И все уйдет под воду Ты домой днем приехал Что, есть повод для беспокойства? Нет Все нормально Устал просто Пап, я Я вот что хотела спросить Ошиблись мы В смысле? Лиза наша, полтавская Кровная Не может быть Ну, это уже не аргумент Так что давай начинать искать Фамильные черты Думаю, прям, что у нее наша, полтавская Пап, все хорошо? Все нормально, нормально Точно? Да, все хорошо Ну ладно, я пойду Так Да Хорошо, а сколько комнат? Нет, то, что далеко от станции Нас устраивает Да А, ну знаете Хотелось так На природе пожить Кушай Так мы можем туда хоть завтра Крыша Вообще не вопрос Починю, конечно Да А, нет, нет Животных у нас нет Только Я, муж и дочка Дочка уже взрослая Слушай Нет, на обоих не рисует Слушай, мы можем туда Хоть сегодня въехать Давай, я сейчас за ключами приеду Все? Да заткнись ты, ну Что ты? Ой, нет, нет Это я не вам Да, хорошо Хорошо Слушай, ты будешь не орать, а? Вон В доме напротив услышали Я, между прочим, дачу там нашел Магазин в поселке есть? Ключи дома есть Удобства на улице Идеальный вариант То, что нам надо Точно искать там нас не будут Ромка пускай порыли почти бесплатно Весь уе Я уже их перевел Да такое и бесплатно не надо Как перевел? А? А как ты до счета добрался? А? В глаза мне смотри Ты проиграл, да? Играл, да? Могло быть и хуже, че ты? Ну что, внучка, как прошел твой день? В занимательных походах по магазинам? В познавательных беседах? С парикмахерами? Что вы решили? Мне тебя уничтожить? Проще простого Ну, если вы все еще не уничтожили Значит, теперь это как-то Не входит в ваши планы? К сожалению, да С этой минуты и до момента Пока Катя не родит Ты будешь Обязан исполнять роль Младшей сестры Кати Исполнять так, чтобы я поверил Что ты Оля И не просто какая-то там Оля А милая Добрая Заботливая Это понятно? Понятно? Да А дальше? Что дальше? А дальше ты получишь компенсацию Чем лучше сыграешь эту роль? А если у меня Не получится? У тебя не может не получиться А будет тяжело Поищи поддержку у семьи И ведь тоже срок светит Я уверен Я могу идти? Да Иди Оленька Вы уже освободились? Да нет Я вот Принтером уйду Хотя бы обедали сегодня? Ну Я Немного перекусила Ясно Если я сделаю так Что ваш рабочий день Закончится прямо сейчас Тогда вы согласитесь Пойти со мной в ресторан? Ну И как вы это сделаете? Как получится Тогда желаю вам Удачи Зой 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 Ну Ромка готов ключи передать Прямо сейчас Сколько раз я тебе говорила Да не играй же ты по крупному Ну не играй ты по крупному Говорила же Через час можем выдвигаться Куда? Да? В тюрьме условия и то лучше И потом Что он с тебя такие деньжи Сидерет? Ну За конспирацию Да? А может быть для того Чтоб ставки делать В этих ваших Казино? Опять ругаетесь Вам не надоело? Давай собирайся Мы можем ехать Знаешь что? Мы там не поедем Не поедем Не поедем У нас есть пара дней На то чтобы понять Как, куда И за какие деньги ехать Катя поверила Что она беременна Пока правда не раскроется Можем жить Два дня Может я успею отыграться Еще на год Заработаю А? Чего? Ну отыграю Что это такое-то? Я же тебя люблю Выключаем Так А что если наш ролик Запустить в интернет Анонимный Зрители его не воспримут Как реклама Молчи Чем обязан Просто зашел послушать Угу Проверяйте нас А напрасно У нас уже есть один Контролирующий орган Не правда ли, Катерина? Нет, нет Действительно Мне очень интересно Какие у вас уже есть идеи? У нас этих идей уже штук 10 Обкатывать давно пора на ком-то Катайте завтра на фокус-группе Кстати, она нужна мне к 12 Я пришлю к 10 Спасибо А сейчас, может, по домам? С удовольствием Стоять Рекомендую внимательно читать Свой трудовой договор И вам, кстати, тоже У нас есть пункт Ненормированный Рабочий график Серьезно? Нет, без проблем Вы можете хоть всю ночь тут сидеть, правда? Я, кстати, могу прислать вам раскладушку Очень удобно И хотите? Я слышал, что утро вечера мудрение Врут люди Предлагаю проверить Третий день работаем Ненормировано Ладно, идите по домам Я сам доделаю все бумаги, связанные с фокус-группами Давайте, давайте Бегом Домой Увидимся завтра в девять Кстати, я надеюсь, этаж Будет открыт где-нибудь Конечно Спасибо Спасибо Таня, не за что Я хотела поговорить Кать Вот видишь, ты всегда начинаешь разговор со своих желаний Я хотела Но ведь есть и другие, правильно? Вы сейчас все очень встали И ты в первую очередь, хорошо? Ну что, куда вы хотите поехать? В пиццерию или может попробуем что-то новое? Вадим, вы знаете, я так устала, что даже есть не хочется Тогда, может, я вас хотя бы подвезу до дома? Да нет, я пешком пройдусь Точно? Да Окей Не буду навязываться До свидания тогда Вадим Не то, чтобы вы не навязывались Просто весь день в офисе Хочется свежим воздухом подышать Окей, давайте сделаем так Я спрошу еще раз, последняя попытка Могу я проводить вас до дома? Пешком? Ну, я, наверное, не могу вам отказываться Наверное, нет Пойдемте? Да А по дороге съедим по хот-догу, согласны? Ну, это уже больше сегодня классическое свидание Отлично Теперь надо постараться сделать его оригинальным А машину вы здесь оставите? Да, с ней ничего не случится, ничего страшного Ну ладно Вон туда? Да Вон туда? Да, Саша, вы меня так приучите к пешим прогулам и к тому, что в мире есть не только гонка, бизнес и деньги, а ещё и покой и красота. Спасибо, что проводили. Я надеюсь, мы завтра встретимся на работе. Почему-то я слышу сомнения в голосе. Вас Барковский совсем загонял, да? Да нет, почему? Всё хорошо. Не сомневайтесь, я завтра приду на работу. Я очень на это надеюсь. Музыка Музыка Нет, я не могу. Музыка Почему, Саша? Вы же с Катей. Подожди, так… Подожди, дело только в этом. Музыка Саша Саша, я расстанусь с Катей. Нам уже давно надо было с ней объясниться, а вместо этого мы продолжаем мучить друг друга. Музыка Саша Хорошего вечера. Музыка 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 Время Музыка 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 Я испугался, ой ти тобой. В патоцентре едете? Даем посаду. Да, едем, едем. За проезд платите. Пожалуйста. У меня нет сдачи. Ничего страшного, не надо сдачи. Спасибо. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Здорово. Здорово. Что-то не так? Да нет. Все супер. А, вот значит. Давай на ринг. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Больше не будет больно и плохо. Сегодня не кончится никогда. Между выдохом, прашным и плохо. С неба летит шестой. Как с небом последнего строга. Ишь, как у молодца, пусть ста. Больше не будет больно и плохо. Сегодня не кончится никогда. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ты в порядке? Надеюсь, когда я в следующий раз свяжусь с дракой, вы тоже будете где-то рядом? Уверя, что я, как обычно, буду далеко. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, и что случилось? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я знаю, что такое выпускать пар. Пока кому-нибудь нос не сломаю, не успокоюсь. Иногда, конечно, мне ломали. Боль адская, а чувство выпускает. Сам удивляюсь, как меня пацанов не убили. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мама переживала? Ну, я бы не сказал. Зрилась, да. У меня младший брат с ДЦП вот там переживать приходилось. Массажи, терапии, таблетки пачками. А тут я такой. Чем больше она зрилась, тем больше я дрался. Думал, если мать не любит, а мне-то за что себя любить. А отец что? Да что отец? Я его первый раз увидел в 20 лет. Деньги пришел ко мне просить. Ты к чему? Злощий хорошее чувство, если... правильно им пользуются. Да-да. Да, я, наверное, на себя злюсь. Хочешь рассказать? Ладно. Все равно хорошо, что зашел. Слушай, я тут... по поводу турнира. Тут небольшие изменения. Будешь драться не за меня, а за Рою. облака, 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 опа. Так это же меняет дело. подождем. Подождем. Ха-ха-ха. И чё, нормально? Хорошо, хоть за меня заплатили-то, а? Не зря возился. Вань, да... да остынь ты. Никто тебе не продает. Один раз за Рою выйти прошу. Вот и все. А, так это же не продажа. Это же, получается, аренда. Как старая тачка. Тут поработал, там поработал. А денежки капают, да? Вань, это тоже бизнес. Это бизнес. Офигенный бизнес. Да пошел ты, предприниматель. Хренов, блин. А ты меня спрашивал, что у меня сегодня случилось. Да? Так вот я узнал, что девушка, которую я люблю, полюбила моего врага. Кто мне сюда пришел? Я узнал, что мой друг, которого я уважал и так восхищался, меня продал. Продал, как свинью вонючую. Нормально? Да у меня сегодня офигенный день! День правды просто! Как кто-то там сверху взял меня за шиворот и открыл глаза и заставил на все это смотреть. Как тут все устроено в вашем скотском мире. Я страшно благодарен. И ему, и тебе, и Саше. Спасибо! Да хватит кипишевать! Не хочешь, не выходи на ринг. Это просьба всего лишь была. Вот и все. Да ладно! Спасибо, что разрешил! Господи, спасибо! Только знаешь, ты же говорил, злость правильно на русло направлять. Так вот я выйду за Роя, а потом уйду от него, от тебя и от Саши. Ясно? Пошли вы. А в конце, когда он со всеми остальными героями подходит к заброшенному кораблю и оказывается, что он забыл сумку с оружием, и там такая пафосная музыка, типа... и он такой... Нет, надо, конечно, смотреть. Мне кажется, я только что посмотрела. Слушай, Кать, давай вместе позбим сегодня. Ну, давай. Только мне рано вставать, я ко врачу записалась. Пойду смотреть, кто у меня там живет. Слушай, а ты уверена, что это хорошая идея? Знаешь, такие врачи сейчас, им лишь бы деньги. Да, я уверена, я записалась к лучшему врачу. Как же я сразу не догадался. Вадим Иванов. Сын Нади Ивановой и пресловутого Андрея Кронова. Да. Бизнес-партнера Полтавского. У которого Полтавский отсудил бизнес. Да нет. Отжал. Но штука в том, что история на этом не закончилась. В смысле? В том смысле, что отец не был к этому готов. Он сломался, запил. Мать пыталась его удержать, но тщетно он уже и себя не помнил. Мне было 12, когда отец заснул пьяной сигаретой. Дом загорелся, меня мама спасла, а сама погибла. Да, да, да. Чтоб ты кроп раскакивал в новостях. Да. Сочувствую. Не стоит. Теперь лучше сочувствовать Полтавскому. Решил ему отомстить? Ни в коем случае. Я решил восстановить справедливость. Сдашь меня? Ты правда думаешь, что он тебя за это повысит? Ну, станешь старпохом, Титаникой. Хотя вряд ли. Полтавский из тех, кто коней на переправе не меняет. Похлопает тебя по плечу, выпишет премию и все. А пост заму отдаст кому-нибудь другому, кто помоложе, по перспективнее. Согласись. Сколько уже было возможностей сделать тебе правой рукой? Не сделал? Ты нужней, как шестерка. И никогда, никогда при Полтавском ты не получишь то, чего заслуживаешь. Он же никогда не предлагал тебе долю в бизнесе. Полноценного партнерства. Ведь нет? А я предлагаю. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...